В прошлый раз с вами хочу изучать линейные модели с перелинной структурой, то есть строение модели регрессии по неоднократным дамам. Что тут у нас такое регрессия? Так, то есть у нас выборка может зависеть от некоторых качественных признаков, которые не являются, которые вам не запомнили. Так, поэтому для попрошивания влияния модели нужны специальные, так скажем, специальные... Так, ну мы забрали алгоритм, как мы будем учитывать качественные признаки. То есть мы должны принимать решение, либо нам строить уравнение по отдельным подвыборкам, либо нам строить уравнение статированное время. Так, ну даже в том случае, если у нас выборка точно неоднородный, все равно есть смысл построить модели с эффективными переменами, потому что эти центры при них нам как раз показывают, как именно признак влияет на соответствующие эффекты. Кстати, в качестве признаков, как раз и влияет на наши эффективности. Так, поэтому строить модели с эффективными переменами стоит уже только по... Так, ну и мы с вами разобрали правила объединения эффективных перемен. Их вводится на... Для каждого качественного признака их вводится на... Меньше, чем количество градаций у этого качественного признака. Так, и это бинарные переменные. Они принимают значение либо 0, либо 1, в зависимости от того, проявляется эта градация качественного признака на объекте или нет. Соответственно, вы должны будете в значительной лабораторной работе по соответствующей работе уметь интерпретировать, что показывает рецепт уравнение репрессии при соответствующей эффективных элементах. Мы с вами разобрали некоторые примеры и интерпретировали. Так, лично, рецепт с точки зрения его интерпретации, но в общем случае, вы должны тоже иметь все... Так, ну и... И мы остановились на том, как исследовать нашу Угенбургу на неоднородность. Так, для этого у нас... То есть у вас тут заголовочек, проверка реверсионной однородности двух группных людей. Так, пожалуйста, по-загладке. Итак, проверка реверсионной однородности двух группных людей. Здесь в глобочках критерий ЧО. Проверка реверсионной однородности двух группных людей. Критерий ЧО. Обратите внимание, что всегда речь идет о двух группах наблюдений, несмотря на то, сколько градаций у вас будет иметь соответствующие качественные группы. Так, ну мы с вами вообще помним, что если мы вводим фиктивные переменные, их иногда при интерпретации качественных признаков может быть очень много, мы тем, что в этом самом, в принципе, снижаем до какой-то степени общее качество уравнения реверсии. Если у нас недостаточно наблюдений в нашей жизни. Так, ну и если у нас выборка большая, то, в принципе, это и не такая уж проблема, вводить эти пиктивные переменные. Ну, как бы там ни было, вводить их надо все равно осмысленно. Понимая, действительно, это необходимо или нет. Особенно, если у вас качественные признаки ненажитаемые, а вы там разбили вашу выборку кластерным анализом на некоторые группы, и хотите, как бы, каждый кластер учесть в вашей реверсионной потребности. Так, ну вот, может оказаться, что все-таки не факт, что нужно вводить этим, это фиктивные переменные. Так, то есть, здесь у вас, ну, как бы, два обстоятельства. Первое, что, если мы вводим фиктивные переменные, и их окажется слишком много по сравнению с одним выборкой, то это нужно делать обдуманно. Да? Потому что, если выборка мала, то мы можем существенно снизить, ну, статистическое качество коэффициент от уравнения реверсии. Поэтому фиктивные переменные нужно вводить обдуманно. То есть, если у вас действительно выборка маленькая, то надо это делать осторожно, проверять. Так, ну, давайте предположение. Пусть наша выборка состоит из двух однородных у. Пусть наша выборка состоит из двух однородных у. объемами N1 и N2. Так, объемами N1 и N2. Так, если N1 и N2 значительно больше, чем капус 1, то для каждой из подвыборов можно построить отдельное уравнение реверсии. Так, ну, и дальше мы подходим потихонечку к смыслу, если чего. Если окажется... Если окажется... Да, кстати, дайте я все-таки вам вопрос. Вот представьте, что мы построили регрессионные модели для двух отдельных. Ну, например, отдельных для мужчин и для женщин. Так, ну, в зависимости от зарплаты, там, от чего-нибудь. Как вы по виду этих уравнений можете предположить, однородная все-таки ваша выборка по этому признаку или нет? Вот просто глядя на уравнение близко. Слайд, наверное, чуть лиц особо не ставит. Ну, близкие лица, да, и как это может быть? Правильно, да. То есть хорошая, здравая мысль. То есть вы посмотрите на коэффициенты уравнения регрессии. Если они примерно одинаковые, да, то выборка скорее одновых. Так, вот, замечательно. Так, вот. Если окажется, что оценки коэффициентов... Если окажется, что оценки коэффициентов для одной однородной группы... входит в доверительные интервалы для другой группы... Если окажется, что оценки коэффициентов для одной однородной группы... входит в доверительные интервалы для другой группы... то можно сделать вывод... то можно сделать вывод... о регрессионной однородности... выборочной совокупности. Так, если окажется, что оценки коэффициентов для одной однородной группы... входит в доверительные интервалы для другой группы... то можно сделать вывод о регрессионной однородности выборочной совокупности. Так, и строить регрессионную модель... для всей выборки... то есть на основе объединённых выборов... и строить регрессионную модель... для объединённых выборов... объёмом N1 плюс N2. И строить регрессионную модель... для всей выборки... объёмом N1 плюс N2. Так, ну в чём же у нас будет суть тестового? Так, допустим, что у нас есть... две обороты нечего. Мы построили уравнение регрессии... так, мы построили уравнение регрессии для всей группы... и посчитали сумму квадратных регрессионных остаток... то есть остаток, что в десять раз... у нас есть... так, то есть у нас квадратных регрессионных остаток... так, и, допустим, мы построили... уравнение регрессии для двух подвыборов... так, двух подвыборов... и тоже для них посчитали сумму квадратных регрессионных остаток... так, то есть здесь будет сумма генитов по всем... и входящим в первую регрессию... я так вот... так, объёмом... так, сумма квадратных... так, объёмом он один... так... и... для второй виборки... ну, условно, да... то есть индекс там может быть разный... это объём этих подвыборов... так... в каком случае у нас будет... примерно... равенство? в каком случае у нас будет... ну... остаточная дисперсия для... уравнения регрессии построенной по всей выборке... примерно равна сумме остаточной дисперсии... которые построены по двух подвыборках... да... они примерно однородны... да... да... ну, давайте это и напишем... то есть... примерное равенство... у ноль... равное... у один... у два... у один... у два... так... возможно... для... однородной выборы... так... примерное равенство... у ноль... равное... у один... у два... возможно... для... однородной выборы... так... то есть... при... примерно... одинаковых... коэффициентах... уравнения регрессии... для всех трёх... уравнений... так... дальше... давайте ещё... идея... здесь... так... так... чем сильнее... различие... в поведении... результативного признака... для двух... подвыборок... так... тем... больше... значение... у ноль... тем... тем... больше... значение... у ноль... будет превосходить... сумму... у один... и у два... то есть... разность... у ноль... плюс... у два... то есть... разность... у ноль... плюс... у один... плюс... у два... вот эта вот разность... так... разность... у ноль... минус... у один... плюс... у два... можно интерпретировать... так... можно интерпретировать... как улучшение качества... уравнения регрессии... при... разбиении... его... на две... подвоbones... так... разность... у ноль... минус... у один... как... улучшение уравнений регрессии... при... разбиении... на две... подвыénom... при... разбиение на две подруги. Так, ну и это означает, что чем больше вот эту вот, ну то есть выборку на целесообразную разбивать, если вот это вот уменьшение дисперсии будет значимо больше, чем оставшиеся дисперсии. Так, поэтому хотите записать? Так, следовательно, общую выборку целесообразно разбивать. Следовательно, общую выборку целесообразно разбивать. Так, если уменьшение дисперсии, если уменьшение дисперсии будет значимо больше, значимо больше, оставшиеся дисперсии. Так, ну поэтому тест ЧУ, так, пишите, пишите. Тест ЧУ фактически является стандартной процедурой сравнения дисперсии. Тест ЧУ является стандартной процедурой сравнения дисперсии. Так, ну мы знаем, что она проводится на основе эксориции. Так, гипотеза H0 у нас выборки однородных. То есть гипотеза H0 у нас звучит выборки однородных. Так, ну здесь формально она записывается, что вектор коррекционов первой выборки, так, черточку не пишем, это обозначение вектора. То есть ВТ1 равно ВТ2. Так, то есть вектор тридцент первой подлуборки равен вектору тридцент второй подлуборки. То есть ВТ1 равно ВТ2. Так, ну и соответствующие дисперсии тоже как бы равны между собой. Так, ну они здесь обозначены сегмой это H0 первая и седьмая квадратная и седьмая H0 вторая. Так, соответственно антернативная гипотеза выборки ни одного. Так, мы рассматриваем сначала ну, в данном маленьком случае. Вот этот вот, который у меня есть вне зумя. То есть пусть у нас Н1 и Н2 достаточно велики, чтобы по ним можно было построить уравнение больше, чем К плюс 1 больше, чем К плюс 1 чтобы мы могли строить уравнение Так, ну тогда строится статистика QF, следующего бита. Так, то есть здесь у нас Q0, то есть ET для общей, минус Q1 и минус Q2, то есть E1T на E1, это остаточная дисперсия для первой подвыковки. Так, и E2 на E2, это остаточная дисперсия для второго подвыковки. Так, то есть мы смотрим как раз вот эту вот разность Q0 минус Q1 плюс Q2. И смотрим это отношение к сумме Q1 плюс Q2. То есть смотрим насколько она облака превосходит Q1 плюс Q2. Так, ну для построения двух уравнений регрессий Q1 и Q2 у нас идёт и та и другое на К плюс одно уравнение и туда и туда К плюс одно уравнение. Так, поэтому здесь будет делённое на объём биографии минус 2 умножить на К плюс один, то есть скобочки раскрыты, то есть удвоенное К плюс один. В скобки раскрыты, К плюс один получилось два А, ну и другое. Так, то есть эта дисперсия делается на объём биографии минус 2 умножить на К плюс два, вот здесь делённое на А плюс один. Так, ну дальше мы стандартно проверяем эту дисперсию. Так, дальше идёт, ну обычная стандартная... Н2, 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 1 у меня такое обозначено. Так, число степеней свободы НУ1 будет К плюс один. Это НУ2, Н минус 2К минус 2. Так, то есть для f-питерии НУ1 равно К плюс один. И НУ2 это Н минус 2К минус 2. Ну, Н это общий объём выбора, то есть НУ1 плюс Р2. Так, и второй случай. Ну, дальше идёт за побочками. То есть смотрится эльфметическое, если это f-нагрузённое больше, чем эльфметическое, что нипотеза однородности будет отвергнута. Так, и еще для второго случая, когда объём одной из фанулитров, так, ну в данном случае второй у нас для определённости, то есть Н2, у нас недостаточно большой. Так, то есть тогда мы не можем построить уравнение регрессии. Вот так из. Так, тогда используется следующая статистика. Строится уравнение только по одной части, та, которая большая. Так, из Q0 мы читаем с У1, то есть ЕТ на Е, на Е1Т на Е1. Так, и делится на эту дисперсию, на У1. То есть Е1Т на Е1. Так, здесь делится на объём оставшейся части, на Н2. Так, ну а здесь Н1 минус К минус 1. Где Н1 это объём той подвыборки, по которой вы построили уравнение регрессии. Так, то есть второй случай, если объём одной из подвыборок мал, ну настолько, что мы не можем построить уравнение регрессии, то используется вторая версия теста ЧУ. Используется вторая версия теста ЧУ. Так, ну вот так вот проверяется. Однородность нашей группы. Так, теперь об этой лабораторной работе, которая у вас будет на эту тему. Так, я, честно говоря, забыла её посмотреть. Она у нас новая. Мы в прошлом году впервые работали по новым данным. То есть два года назад мои двоечники по эконометике собрали огромный материал по Авито. по стоимости квартир в Москве. По стоимости квартир в Москве. И собрали огромное количество, естественно, качественных признаков. Так, ну вы там понимаете, что их море качественных признаков при продаже квартиры. Там тип санузла, там количество балконов, боджей. Есть ремонт, типы там ремонта евро, супер евро. Ну, в общем, всякое такое. Изолированные комнаты, неизолированные комнаты. И в каком районе города находится. То есть это самый первый такой качественный признак. Пролив. Ну, в общем, много чего. А, и тип дома, да. Там такой. То есть это как раз та задача, которая имеет море качественных признаков. Вы должны будете, ну, мне придется потом, конечно, еще раз это смотреть, раскалывать. Ну, все равно в качестве заданий. Вы должны будете самостоятельно поставить себе задачу в том смысле, что вы должны будете выбрать несколько районов Москвы, несколько округов, они называются у нас, да, для анализа. Так, там есть выборки, которые у нас разложены по квартирам с разным количеством комнат. Так, то есть это еще один качественный признак. То есть количество комнат в квартире. Вы должны будете брать какие-то несколько, несколько, давайте договоримся, например, три района Москвы. Три района Москвы. И брать квартиры каких-то двух типов. Каких-то двух типов. Например, однушки и двушки, двушки и трешки, однушки и трешки. Больше трехкомнатных мы, по-моему, не собираем. Так, то есть вы тоже для себя решаете, какие квартиры вы смотрите. Какие-то два вида из вот представленных. То есть еще раз, да. Однушки и двушки, двушки и трешки, однушки и трешки. И собираете соответствующую выборку. Собираете. Дальше. Вы еще выбираете признаки. Тоже самостоятельно. Там, по-моему, варианты попытались сделать, но не знаю, насколько они оказались хорошими. Вы должны взять два-три количественных признака и, давайте так, три-четыре качественных. Одним из качественных, ну, у вас двумя качественными признаками сразу будет, собственно, ну, потом будет количество комнат и район. То есть район у вас четко сразу качественный признак, где там находится. Там, кстати, есть и транспортная доступность, то есть сколько там от метро, что-то там, ну, в общем, там море информации, короче. Так, и дальше. Дальше вы должны будете проверять однородность ваших групп по каждому качественному признаку. По каждому качественному признаку. В каждом качественном признаке есть разное количество градаций. Их может быть две, ну, по минимуму, да, есть балкон, нет балкона, до, ну, штук, наверное, пяти-шести. Так, ну, я вам разрешаю тест шоу проводить лишь для, если у вас три и более градации, для двух градаций. То есть в каждом качественном признаке это от двух градаций. Так, ну, я, наверное, там запрещу еще брать это бинарное, но, по-моему, там таких нет. Особо нет, то есть там от трех и выше. Так, ну, вот это вот сказала, да, то есть что вам не надо делать тотальную проверку. То есть если у вас десять градаций, то вы, по идее, должны для каждой градации разбивать выборку на две подвыборку и вперед. Тест шоу пошел. То есть это грустно и очень долго. То есть разрешаю делать только две проверки. Так, дальше вы в любом случае делаете вывод по тесту шоу. То есть показал он вам однородность или не показал. Так, но вы вводите фиктивные переменные для всех качественных признаков. Вводите, безусловно. И строите модель. То есть от всех введенных, ну, от количественных признаков, которые у вас есть и от всех введенных вот фиктивных перемен. Ее обязательно в отчете представляете. Какая она у вас получит. У вас получится много этих незначимых коэффициентов при фиктивных переменах. Потому что не везде у вас неоднородно. Поэтому они в принципе не нужны. То есть дальше вы должны будете просто обычным способом устранить мультиколлинеарность. Устраняете мультиколлинеарность и получаете окончательную модель. Так, смотрите, какие у вас коэффициенты при качественных признаках оказались значимыми. Сравнивайте с тестом Чоу, с результатами теста Чоу. Ну, если вы там проводили его именно для этой градации. То есть там не всегда это проводили. Ну, как правило, результаты будут совпадать. То есть если тест Чоу сказал, что действительно неоднородно, коэффициент значимым и останется. И в окончательной модели у вас будет задействована соответствующая эффективная переменная. Так, ну вот как-то так. Такие вот замечания в этой работе. Я смутно помню, как там написана методичка. Мы ее переписывали. И не помню, переписали ли мы ее по итогам прошлого года. В прошлом семестре очень многие студенты сделали какую-то жуткую ошибку, которую я вот сейчас не могу вспомнить. Ну, когда они подробно... Так, ну, в общем, так сразу начиналась какая-то проблема в статистике. Она на что-то ругалась. На что я именно тоже не помню. Но когда я поняла, как они строили выборку, там было понятно, что это было нелогично, неправильно. И когда это было исправлено, все сразу стало хорошо. Ну, вот что именно было, я у меня не помню. Старость и радость, да. Но когда я увижу, что это происходит у вас, я пойму. Да, увижу. Ну, и вы сами просто это подумайте, что вы творите, если вам статистика отказывается вам считать. Вот, в общем, там бы до такого доходило, что она на что-то принципиально прямо вот ругалась, у нее никаких сил не было на вас. Там было, да? То есть, ну, вот, напрочь. Если у вас возникает такая ситуация, логически подумайте, что бы не так сделать. Вот я не посмотрела, к сожалению, забыла. Помню, когда уже шла, что я должна была данные посмотреть, к этой работе, саму работу. Так, ну, поэтому, в общем, ожидайте потом этих небольших приветов. Работа интересная, получается, данные настоящие, собранные, вот, действительно, с Авито. Месяц они там собирали, кропотливо выверяли. Поэтому, в принципе, она у вас получается совершенно реальна. Ну, единственное, это два года назад собиралось, поэтому, конечно, сейчас цены, не знаю, для идеи остальных в городе. Так, короче, возможно. Так, следующая наша тема саша, которая у меня очень любит презентации. Вот так. Ну, она поднимается. Нет? 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 Нет. Нет. Передушка, arriba. Следующая наша тема, ну, последняя по эргюмсионным моделям. Это нелинейные модели эргюмсия. Так. Что это такое? Зачем они нам нужны? Совершенно понятно, что при моделировании социально-экономических процессов не всегда удается отписать процесс с помощью линейной модели. Многие экономические зависимости, они изначально, вообще говоря, редко являются линейными вообще по своей сути. И поэтому их моделирование с помощью линейных моделей репрессий, конечно же, не даст нормальный результат. Так, ну, примерами такого рода могут являться правоохрана жаловалась, что у них никакого экономического курса нет. Или они мне врали? Вы же третий все, да? Что там у вас, никакого там, это, что-то связанного там с финансовым анализом, там еще там это... Ну, экономики есть. То есть и так. Нет, ну, потом будет. Например, очень часто строится производственная функция страны, которая представляет Тау и Ту. Часто строится производственная функция страны, которая по временным данным, начиная с каких-нибудь незапамятных лет, ну, конечно, приведенных к современной стоимости, зависимость выпуска страны от вложенного капитала и труда. Ну, и по этим макроэкономическим моделям делают выводы о развитии соответствующей страны. То есть, что там у них, что у них там и как. Так, то есть, эта зависимость, она сразу, по сути, ну, нелинейная. То есть, это степенная функция, где переменные К и И входит со степенями, которые и есть оцениваемые параметры. Так, ну, я их не обозначила одинаково, естественно, не назвала там бета-1 и бета-2 специально. Потому что часто они именно так и задаются, там алифа и бета. Так, ну, часто еще строятся функции спроса, которые представляют собой зависимость между спросом на какой-нибудь товар и доходом, и ценами на этот и на другие товары, которые могут выступать как товарозаменители или, наоборот, наполнители, да. И вот, ну, часто эти функции спроса, они являются тоже нелинейными и похуже на производственную функцию страны. Так, ну, часто еще строится функция полезности для потребителя, которая, ну, зависит от, ну, так бы, от потребляемых благ. То есть, она тоже часто моделируется также вот в виде степенной зависимости. То есть, поэтому для адекватности отображения реального процесса нужны и нелинейные модели. Так, ну, какие подходы используются, когда мы строим, когда мы строим, мне это не написано в презентации, то, что я вам сейчас продиктую. Так, ну, какие подходы используются при построении... Так, ну, первый подход называется линеаризация. Так, ну, первый подход это линеаризация. В чем он состоит? Так, подбираются... Так, подбираются такие преобразования к исходным переменным. Так, подбираются такие преобразования к исходным переменным. У, х1 и так далее, х1. То есть, обратите внимание и к результативному признаку, и ко всем объясняющим переменным они могут это применять. Так, которые позволили бы представить искомую зависимость в виде линейного соотношения, в виде линейного соотношения между преобразованными переменами. Так, между преобразованными переменами. Так, это у меня там какие-то другими словами. Так, подбираются такие преобразования к исходным переменным. Игрик, х1 и так далее, х1, которые позволили бы представить искомую зависимость в виде линейного соотношения между преобразованными переменами. Так, вот эту процедуру называют линеаризацией модели. Так, ну, как это делается? Ну, вот не если, а пусть, да, пусть, фи-0, фи-1, так, дальше неправильно, фи-кар, да, это функции, которые определяют переход к преобразованным переменам. Пусть фи-0, фи-1 и так далее, фи-кар, это функции, которые определяют переход к преобразованным переменам. Так, в результате чего получаются новые переменные. Игрик со звездочкой, которые есть результат преобразования фи-моль к ирику. Так, х1 со звездочкой, это и есть результат преобразования фи-1 к х1, ну и так далее. Х-кар, да, у нас к переменам. Х-кар со звездочкой, это и есть преобразование фи-кар до х-кар. Тогда связь между результативным признаком у и объясняющими переменами х1 и так далее, х-кар, может быть представлена в виде линейной функции регрессии. Игрик со звездочкой от х1 со звездочкой и так далее, х-кар. Так, тогда связь между игрик и х1 и так далее, х-кар, которая в общем случае не линейна у нас, может быть представлена в виде линейной функции регрессии преобразованной переменной игрик со звездочкой от х1 со звездочкой и так далее, я вам сказал. И, соответственно, линейная модель регрессии будет выглядеть следующим образом. Игрик со звездочкой равно только 0 плюс бта 1, х1 со звездочкой плюс и так далее, так, бта-к на х-к со звездочкой. Так, по хибрид какой-то. Игрик и, 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 а здесь и нет, так, вот, дайте хоть уравнившую модель. Ну, либо здесь надо и 1, и 2 написать, да? Уже все выучили. Какой-то я, например, сильно старую лекцию нашла, не зря выучила, да? Ну, другие-то эти практики. Так, не заставите справляться. Так, в общем, модель неправильно. Все понимают, да, они пишут правильно. Так, ну, и изменяется. То есть, в этой сангоночке есть бта 0 плюс бта 1, х1 со звездочкой и так далее, бта-к, х3-к со звездочкой плюс лекси 1. Так, то есть, написано теоретическая модель. Так, то есть, первое – это вот эта вот линеаризация. Мы переходим от невинейной модели к линеаризации. Но не всегда это можно сделать. То есть, у нас существует... Так, если это невозможно сделать, то тогда приходится, ну, явно строить линеаризацию модели. То есть, второй – так вот, в случае невозможности линеаризации модели, так, исследуется искомая регуляционная зависимость терминов исходных переменов. Так, то есть, модель явно в ней присутствует какая-то некоторая невинейная функция от... Нет. И, так, здесь лежит, надо что-то написать. Везде какой-то принят. Давайте уравним это. То есть, y равно f от... И, кстати, наказали лица, бта-бта. Безлетний. Можно еще раз. Можно икс написать. Икс – это нефтон. Икс, запятая, бта. Без икс. Так, потому что здесь, наверное, это неправильно. Ну, и тогда использование метода наименьших квадратов у вас будет привозить к явным поискам экстремума функции следующего лица. Так, ну и здесь есть... Конечно, если где-то х трактовать как вектор, да? Икс и – это значение всех переменных на интом объекте, то, ну, жить можно с этим. Так, то есть, давайте здесь напишем, что где х большое икс – это вектор значений переменных на интом объекте. Икс – это вектор значений, объясняющих переменных на интом объекте. Так, поэтому, да, и предыдущая запись там все нормально с моделью. Здесь все хорошо. И ошибку тоже нужно? Нет, ну нет, если икс и, вот как я сказала, да, здесь все нормально. Так, ну, как-когда это делается? У нас получается безусловная минимизация некоторой функции нелинейной, которая может быть решена какими-то численными методами. И коэффициенты, найденные подвижом. По поводу численного метода поиска минимума. Так, и здесь написано, что в МНК будет представлять самый аргумент минимума этой функции. Так, что имеется в виду? То есть, ищется минимум этой функции и тот вектор бета, при котором он достигается, и есть вот этот вот аргумент. Это для тех, кто не проходил метод оптимизации. Такое, такое обозначение испортил. Так, ну вот, когда выясникает этот второй случай. Нелинейные модели регрессии можно подразделить на два типа. Так, нелинейные регрессии можно разделить на два типа. К одному типу относятся нелинейные регрессии по объясняющим переменам. Другой тип – это нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам. То есть, по беткам. Так, ну и вот ажи могут быть внутренне линейными и внутренне нелинейными. Что это такое? Модель является внутренне линейной. Если с помощью линеаризации она может быть приведена к линейному виду. То есть, модель внутренне линейна, если с помощью линеаризации она может быть приведена к линейному виду. Так, а если невозможно осуществить преобразование, которые приведут ее к линейному виду, то вот она внутренне линейна. Так, и тогда нужно использовать второй подход. Ну, здесь приведены некоторые уравнения регрессии, которые относятся к разных типам. Если вы немножко подумаете, то вы поймете, какие преобразования нужно применить в каждом случае. Так, ну мы сейчас с вами начнем рассматривать типичные типовые модели нелинейные, которые являются, мы в случае нелинейных регрессий по оцениваемым параметрам, которые являются внутренне линейными, мы покажем, как они преобразовываются. Теперь типичные нелинейные модели регрессии. Первый, это рассмотрим, да, некоторые виды нелинейной независимости, которые отдаются линеаризацией. Так, формула не прощутка. Первое, это зависимость гиперболического типа. Ну, один, первый вариант. Здесь написано YPT. То есть YPT модель. B0 плюс B1 на 1, деленный на XI. То есть это парная регрессия. Парная регрессия. Одна переменная. Плюс Epsilon. Так. Здесь у нас два параметра. В это 0 и B5. В это 0 здесь у нас, да, в какую роль играет? То есть график, где там у вас тут глазами торчит, да? Сдвиг по оси Y нашей гиперболы. Гипербола в зависимости от знака B1. То есть та же гипербола в зависимости от знака B1. Если B1 положительная, будет вот такая роль. Если B1 отрицательная, то вот такая. При этом B0 будет являться прямая. Y равная B0, будет являться горизонтальной оси. Которую, ну, в любом случае, наша кривая не будет пересекать. Либо сверху, либо... Так, ну вот если у нас B1 меньше 0, то вот эти вот функции используются при построении называемых кривых Эргеля. Которые описывают зависимость спроса от товара в зависимости от дохода. Так, то есть если B1 меньше 0, то эту функцию можно использовать для построения, ну, функции спроса в зависимости от дохода. Ну, чем она здесь неплоха? У нее будет вот эта вот горизонтальная синтеза. Ну, понятно, что с ростом дохода, в целом, спрос на любой товар, ну, растет. Ну, понятно, что она не может быть вот прям совсем бесконечной. И вот эта вот B0, она будет как бы сверху. Этот рост ограничен. Вполне логичное такое объяснение. Так, ну, а обычную гиперкулу можно использовать для построения функций спроса от цены. Да? То есть с ростом цены у нас спрос падает. Например, у гиперболической земли. Так, ну, теперь преобразование. Преобразование здесь элементарное, да? То есть мы вводим новую переменную х со скрыточкой, которая равна 1 деленной на 1. То есть делаем это преобразование. И как будет наша матрица? Это парная реверсия. Первый столбец у нее из единиц. А второй столбец у нас были исходные х. Мы должны сделать обратный к ним. То есть 1 поделить на соответствующее значение. Так, то есть не забываем, что это преобразование мы проводим с нашими исходными данными. И потом над ними встроим уравнение х. Так? То есть новая модель у нас будет иметь в вид. Это игрик. 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 в случае гиперболической зависимости, так, это yi есть, так, 1 разделить, и здесь внизу модель, то есть β0 плюс β1 ипси плюс ипси ладжи. Так, ну, отношение с противоположным знаком β0, β1 у нас подразумевается, что оно меньше, чем... Так, если построить такую гиперболу, да, то есть это у нас гипербола с таблан с горизонтальной осимплодией, а здесь вертикальной. То есть это случай, когда наша гипербола, да, которая в зависимости от знаков β1 и β0 будет либо убывающей, либо возрастающей, да, имеет в любом случае вертикальную осину. То есть если у вас вот такой набор данных, что вам нужно, там, ну, не допускать до нуля, то используется вот такая вот. Так, ну, соответственно, преобразование. Здесь оно тоже элементарное, мы должны просто перевернуть результативный признак. То есть вместо у взять 1, делённый на у. Так, и у нас сразу наш знаменатель станет числителем, и это словковое линейное модель. Итак, преобразование мы проводим. Так, ну, тут случай, да, кстати, да. То есть если β0 отрицательно, β1, то есть они у нас равнятся вот, β1 положительно, то мы имеем гиперболу бывает. Здесь плюс, да. Так, иначе у нас, если β1 здесь отрицательные, да, то у нас гиперболу находится во втором. Так, и преобразование. То есть y со звёздочкой 1, делённый на у. То есть в нашей таблице мы результативный признак меняем на обратный столбец, да, на обратный гиперболич. Так, ну, и получаем новую модель. y и со звёздочкой. y и со звёздочкой. Так, равно, ну, здесь вот β0 плюс β1 х и плюс х. Получаем новую модель, которая уже является. Так, следующий тип зависимости – это экспоренциальная зависимость. Экспоренциальная зависимость. Ну, тоже, ну, или показательность. Только рассмотрим теперь её несколько типов. Ну, когда у нас идут показательные функции. Ну, когда резкий рост чего-нибудь. Так, ну, в общем случае, давайте это напишем. Используется для моделирования экономических показателей. Так, используется для моделирования экономических показателей, характеризующихся приблизительно постоянным темпом относительного прироста во времени. Так, ну, темп роста – это отношение следующего к предыдущему. И если отношение следующего значения к предыдущему примерно одинаковое во всей выборке, то это показательная зависимость. Так. Рост или прирост? Ну, прирост – это из этого минус базовый. Поэтому, в принципе, без разницы. Без разницы. Да. Относительного прироста нормально. Ну, прирост – это изменение. dy, dx, делённое на y. Вот так. То есть, можете себе написать. dy по dx, делённое на y. То есть, это будет как раз примерно β1. То есть, в долях y у нас получается. Так. Ну, модель имеет… и и равно β0 на е в степени β1. Икс и и плюс ексила и и. Потеряны. Так. Вы ещё покупите. Давайте уравнение писать. Пишите уравнение. y равно β0 на x в степени… β0 на е, извините. На е в степени β1. Уравнение напишите. Так. Либо, друзья, x поставьте i и плюс e и. Индекс там должен появиться. То есть, уравнение у вас β0 на е в степени β1 плюс x. Так. А модель, соответственно, y и равно β0 на е в степени β1 х и и плюс ексила и и. Так. Ну, если у нас… Ну, показательное и показательное. В точке 0, то есть, если у нас x равно 0, у нас с уравнением ню, значение у будет равно, ну, на уравнение реверсии, скажем, уравнение реверсии в писать себе, да? То есть, β0 умножить на е в степени β1х. Если х равно нулю, то у нас это у равно β0. Поэтому наша показательная функция, наверное, ось пересенитает в точке 2, это β0. Если β1 положительная, у нас функция возрастающая. Соответственно, если β1 меньше нуля, то функция у нас убывает. Так, преобразование. Вот мне надо было, конечно, эту всю презентацию сделать. Не показывали вам сразу преобразование, да? И вы тут сами, вспоминая, какой там класс? Когда-то показательные функции 8, 9, 7 средней школы. Логарифмирование. То есть 9, 8, 9. Ну не со 100. Ну не со 100, да. То есть это даун. Да, ну тоже даун. Даун. Так, то есть преобразование у нас, это логарифмирование. То есть y с огненочкой, это у нас будет логарифм y1, логарифм y2 и так далее. Так, соответственно, мы получим логарифм y, правильно, подробнее здесь сделайте. Логарифм в это 0 на е степени в это 1, x и плюс y2. Так, логарифм произведения есть сумма логарифмов, да? А можно еще раз? Нет, ну это будет са. Так, логарифм берем от 2 частей. Здесь будет логарифм, здесь будет логарифм произведения. Бета 0 на е в степени бета 1, x и плюс x и ну и. Логарифм произведения есть сумма логарифмов. То есть это будет равно логарифм бета 0 плюс логарифм е в степени бета 1, ну и так далее. Так, а логарифм от е, да, это есть просто показатель, да, показатель степени. Здесь вводится новое обозначение бета 0 со звездочкой. То есть бета 0 со звездочкой это у нас логарифм бета 0. То есть логарифм бета 0. Так, ну и дальше это бета 1 на, здесь чуть-чуть со звездом не уголову, на x и плюс x и ну и. Конечно, здорово ее изобретать, да. И бета 0 у нас логарифм бета 0. Так, то есть вот такое вот простое прямое обозначение. Это цена медленной вещества. Так, ну и еще, когда у нас, ну, суперпозиция указательной и гиперболической. Так, то есть модель имели и бета 0 на е в степени бета 1 разделить на x и плюс x и ну и. То есть уравнение регрессии в этом случае, запишите уравнение регрессии. То есть y равно бета 0 на е в степени бета 1 разделить на x. Так, ну, здесь у нас коэффициент бета 0 имеет смысл горизонтальной осинкоты. Так, то есть если вам нужно, чтобы ниже там чего-то, ни в коем случае не спускалось. То есть спрос по-любому на продукт какой-нибудь точно есть и он не менее, чем вот эта величина бета 0, то, ну, с ростом цены мы имеем, так, ну, гиперболу при бета 1 отрицательно. Да, то есть у нас убывает и такая вещь. Ой, при бета 1 положительной. Так, ну а при бета 1 отрицательно у нас наоборот. Будет возрастающая функция и бета 0 будет являться резонтальность. Так, ну и здесь это тоже спрос от дохода, например. То есть спрос от дохода увеличивается, но не должен превышать метр рейнаркой осинкоты. Здесь у нас пойдет двойное при образовании. То есть мы должны смотреть на это до умного взгляда и подбирать при образовании. Так, то есть мы логарифмируем, то есть инициативный признак преобразованный в х и сангулочке алгоритм в х. И делаем взамен х со звездочкой как 1 деленный на х. 1 деленный на х. Так, давайте логарифмируем. То есть здесь логарифми в х равен опять логарифму произведения. Логарифм произведения – это сын логарифов. И у нас логарифмы е в степени. Е остается только в степени. Так, давайте получаем… Здесь у меня не написано винильной модели, которую давайте… Так, то есть справа у нас логарифм в х равно логарифм β0 плюс β1 разделить на х плюс ε1. Тогда логарифм от е убрали. И делаем замену. То есть логарифм yi – это у нас yi со звездочкой. И 1 деленное на xi – это у нас xi со звездочкой. То есть получится линейная модель. Так, ну и замена у нас пошла. Вектор y у нас логарифмируется. То есть y. И в матрице х у нас столбец, где значения х нашего должны будут взяться обратной величии. То есть так вот это и делаем. Так, ну и третий случай. Логистическая перевара. Она используется просто потрясающе. Ну вот просто везде. И у ней ровно в сетях вот эта вот логистическая эта функция. То есть везде нужна-нужна. Абсолютно. Потому что она абсолютно хороша тем, что у нее есть, ну, две асинтопы. Это ось, да. И, ну, в случае, если у нас часто β0 берут равным единиц. Например, это моделирование нейронных сетей. Всего они используются, когда β0 равно единице. Так, и получается у нас такой преобразователь в диапазоне от 0 до 1. И он у нас, ну, по сути, бинар. Функция спереди имеет точку перегиба. То есть это функция, которая имеет точку перегиба. У нас. Так. Итак, логистическая крива. Ниглифир. Правом он делится. Разделить на b0. Плюс b1. Ниглифир. 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 Плюс f1. Так. То есть если и x соответствующего ломения напишите. То есть y равно 1 разделить на β0. Чтобы вам легче было кривою, так сказать. То есть y равно 1 разделить на β0 плюс β1 и единице. Это у нас у равно. Так. Если x равно нулю, то мы получаем 1 деленное на β0 плюс β1. так. Вот эта точка. Пересечение. Так. При стремлении x к плюс бесконечности у нас предел будет 1 деленное на β0. То есть это будет бесконечности расти. Поэтому у нас горизонтальная симплика или равная единица разделить на β0. Ну вот и если β0 часто, когда берут равную единицу, соответственно это будет горизонтальная прямая. и в самом деле. Так. То есть эта функция имеет точку у. Так. Ну соответственно преобразование. Преобразование. В первую очередь мы убираем вот эту вот обратную. То есть y делаем 1 деленное на y. Переворачиваем. Так. Ну и дальше просто нахуй заменяем экспонент. То есть делаем замену x с золочкой равной единице. Так. То есть y перевернули. Мы получили сверху. Это фото 0 плюс ботами е в степени. Так. И сделали замену x с золочкой е в степени. Так. Соответственно. Там лица значений у вас y обратной величины. Так. А в матрице x соответствующий признак берется экспонентом в минус соответствующей степени. Так. То есть не забывайте, что у нас преобразования должны как раз находиться исходными дамами. О diesem дам на начале следующий раз. Продолжение следует...